Всем привет! Новый эпизод, это Алексей, а пиво.ком Катя сегодня ассистирует, помогает. Крепкое пиво, да? У нас есть такое вообще поверье, ну, в России, да, все думают, крепкое пиво, чтобы нажраться, правильно? Ну, набухаться, Балтика 9, там, на передовой, все говорят, а, по Балтике нам долбанем, да? Вот, есть еще какие-нибудь там пивасики, типа охота крепкая, да, там, охота зимняя, я знаю, в маленьких, 0.33. Вот на прилавках еще можно найти, например, Бирбир, да, такая вот черная баночка датского происхождения, хамовническая сейчас появилась от МПК, да, есть еще какие-то, да, сколько вообще, ну, этот Амстердам-навигатор, да, перечисляйте дальше в комментариях, полным-полно. Я к чему? Вот, на самом деле, иногда там в Инстаграме или ВКонтакте проскакивают комментарии от вас, и вот был очередной комментарий, там, ты пьешь хамовническое, пробовал вообще? Я говорю, да, пробовал. А как вообще, что? Я говорю, о, надо бы сравнить, Бирбир и хамовническое, вот сегодня просто сравню. Если вы вот думаете, что это пиво, на самом деле, что просто нажраться, да, ну, как бы, вот есть же, да, такое, ну, понятие, это, там, не пиво, это спирт, смешанный с пивасиком. На самом деле, нет, есть такое понятие, то есть тип пива, как боки. Бок или допельбок, ну, следующий, да, его там, взрослый братик. Это крепкое пиво, оно имеет вполне себе понятное историческое происхождение, пиво несет свой род из Германии, ну, во всяком случае, вот это пиво относится к бокам, хамовническое, да, пиво экстра, хамовническое, алкоголь 8,2. И вот, скорее всего, стронглагер из Дании под названием Бирбир тоже можно отнести к бокам, ну, мне так кажется. Так вот, историческая справка, да, такая, пиво родом из Германии, куда-то там перевозили, как обычно, да, то есть такой экспортный вариант. И для того, чтобы сохранить лучше в пути, делали из высокой, начальной экстрактивности, то есть плотность, да, высокую пиво, делали нормально, такой, с алкоголя нагоняли, именно выдерживая дрожжи, выдерживая, чтобы они работали. Догоняли вот алкоголь, там, до 7, до 8, до 9, больше градусов, и пиво нормально переживало поездку, да, то есть оно там не прокисало и все такое, потому что алкоголь, он такой, ну, хорошо, как он, как это называется правильно? Консервант, да, алкоголь, нормальный консервант. На самом деле, пиво можно догнать до 13 градусов, насколько я знаю, есть дрожжи пивные, которые выдерживают вот 13 максимум алкоголь. Дальше, можно дальше делать, да, выше, наверняка делают с помощью каких-то других дрожжей, именно вот стандартными, да, способами, так сказать, брожением, но в старину делали, когда еще микроскопы не изобрели, чтобы дрожжи рассматривать, делали другим способом, делали выморозкой, то есть когда брали вот то же самое пиво, да, например, ну, какой-нибудь, да, там, крепкой-крепкой по максимуму, да, потом оно переставало бродить, выносили на мороз бочки, замерзает что в первую очередь? Замерзает вода, алкоголь не замерзает, и начинали вот этот лед, замерзший, собирали, выбрасывали, собирали, выбрасывали, соответственно, вода, процент воды уменьшался, процент спирта оставался. Пиво получалось еще больше крепкости, и это вот назывались как айсбоки, айсбок, да, то есть вымороженный бок. Бок это козел, по-немецки там, я не знаю, почему именно так вот стиль это называется, там какие-то есть языковые всякие заковырки, но он древний на самом деле. Подвел я подводочку, почитайте, подводочку, да, подвел, почитайте, поищите, но, то есть это прям полноценный стиль пива, да, оно крепкое, да, оно там со спиртовым привкусом, да, это так и должно быть, ну, это нормально, оно имеет свои исторические корни, и там древние, 500-600 лет, не знаю. К чему, да, вот долго-долго говорил, пиво хамомническое от московской поваренной компании, и пиво Бир-Бир, которое варит та же самая московская поваренная компания, но уже по лицензии Харба, по лицензии Харба из Дании. Хамомническое тут они возродили, ну, как сказать, насколько я знаю, я вот не спрашивал там, то есть, ну, выкупили торговую марку, а рецепт придумали, ну, там, сами Миша, наверное, да, придумал рецепт. Давайте сейчас подробненько сначала пройдёмся, что это такое вообще, то есть, алкоголь, пиво хамомническое от московской поваренной компании, алкоголь не менее 8,2, экстразин с начального сусла 18%, ну, в принципе, и всё, вот, поставляется в таких 0,5, баночки, бутылочки, здесь нарисован мужик, фартуки, хп написано. Бирбир как-то уже участвовал в массовых обзорах, поищите у меня на канале где-то есть, по крепкому пиву мы уже проходили, там с Балтик и с Девятка, по-моему, сравнивали, это Стронглагер Денмарк написано, пиво-зверь 7,7 алкоголя, пиво-зверь написано прямо здесь, это не я сказал, алкоголь 7,7, 16,5 плотность, менее плотная, чем хамомническая, вот давайте слепую, мне сейчас Катя поможет, она льёт, а я потом, ну, так вот, просто я попробую, какой из них какой, и всё. Да, ребят, на самом деле, я думал, будет проще, я думал, что они будут сильнее отличаться, как минимум, в цвете, потому что, ну, я на самом деле пробовал то и другое пиво, но, блин, ну ладно, попробуем. Итак, дегустация, это боки, да, кстати, вот хочу сказать, что боки, допель-боки, да, вот многие думают, что раз бок, допель-бок это как бы двойной бок, да, и скрепость должна быть в два раза больше, там, то есть у этого 7, а у того 14 нет, это, ну, опять-таки, там, игра слов и всё такое, но допель-бок отличается, там, в 2-3 грамм. То есть если боки, грубо говоря, там, до 7-8 градусов, да, то допель-бок, там, начиная от 7 и заканчивая там 9-10 градусов, всё, лирическое суток не закончилось. Итак, ладно, приступим. Два варианта. В правой руке менее насыщенный цвет, в левой руке более насыщенный цвет. Пробуем. Большая кислость в правой руке, лёгкая спиртовитость и сладость. Ну, она сладость такая... Какая-то приторная даже, приторная сладость. Второй вариант отдаёт хлебушкам, отдаёт именно солодам, такой вот сусловатым, когда такая вот, ну, хлебная, пророщенная, вот это вот, запашок. Сословатый. Ну, кто пробовал сусло и вот именно пил, когда оно только варится там в котле, горяченькое, тот поймёт, ну, даже просто, вот, если вы были на пивоварне и во время того, как там варили, то вот этот запах стоит там везде. Он прям потом вы выходите на улицу, и ещё вас на протяжении трёх часов он преследует. Вот это он самый. Я прям сразу, да, скажу, что... Ну, Катя сейчас скажет попозже, а я предположу, что это бербир, а это хамоническая. Но пробуем дальше. По вкусу! Вкусно! Вы знаете, даже алкоголь не очень сильно проступает, и я бы не сказал, что прям резко можно сказать, что в этом пиве там 8 градусов, ну, там плюс-минус, да? Это точно хамоническое? Это пиво более сладкое, оно прям чувствуется уже, что крепость. Но, да всё равно всё это такое, знаете, ну, питкое. Ну, то есть и тот, и другой вариант питкий. Этот вариант более питкий, а этот вариант менее питкий, потому что всё-таки в нём крепость проступает чуть больше. Ну, давай, Катя, скажи всё-таки, вот это бербир, да, а это хамоническая. Ну, на самом деле, вот эти вот разницы, во сколько там, в полградусов, там, в 0,8, она ощущается. Вот, ну, в данных вот экземплярах она ощущается. Мне показалось менее, ну, то есть, может быть, бербир чуть более резкое пиво, да, такое резкое, но алкоголизность чувствуется меньше. А вот здесь вкус более насыщенный, он более такой, ну, выдержанный, более полный. Но и спиртоватость, вот эта вот крепость, да, она проступает чуть больше. В принципе, вполне логично. Но оба пива, ещё раз повторю, имеют право на жизнь. Оба пива достаточно, ну, такие вкусные, нормальные. Если вот, ну, прям хочется что-то такого крепкого, тёплого, особенно вот сейчас зимой, да, попить, попробуйте. Я думаю, ну, как бы, вы найдёте свой вариант. Причём, как бы, поищите. Вот если кто-то прям хотел, но боялся, попробуйте посмотреть те же самые там всякие Амстердамы там, навигаторы, я не знаю, там, Балтик 9. Вернитесь просто к тому, что над чем вы ржали всю свою сознательную жизнь. Попробуйте уже со стороны, как бы, пивного профессионала, там, да, который у вас живёт, нам, в душе, да, и оцените вообще, каково это оно, вот крепкое там пиво. На этом всё. Смотрите другие наши эпизоды, обязательно подписывайтесь в соцсети. Сегодня мы, ну, так, чуть-чуть, я бы сказал, это не сравнение, такая лёгкая дегустация пива Бирбир и пиво Хамонническое от Московского Паварина. На этом всё. Ещё раз всем пока. Катя мне помогала. Это был Алексей, а пиво.ком. Счастливо. 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 Продолжение следует...